Пустое шамбо В общем там где люди привыкли считать свои деньги Спецпринцип заключается в разделении шамбо На летний и на зимний период То есть летний период это когда земля не промерзает А зимний период когда земля промерзает В некоторых районах зимний период может быть месяц А в некоторых зимний период может быть 6 месяцев А в некоторых летнего периода нет вообще Наше видео рассчитано на тех Кто не живет в зоне весной мерзлоты И где есть зима и лето Весь смысл заключается в том, что вот здесь схематически нарисован дом и Шамбо, и линия, которая идет к Шамбо. И второе, у нас здесь схематически нарисована вторая линия канализации, которая ведет к какому-то такой вот неглубокой траншеи, глубиной полметра, шириной полметра, которые можно замаскировать за кусты или какие-то ваши культурные посадки. Весь смысл заключается в том, что в холодное время года, когда земля промерзает, в Шамбо работает вся канализация вашего дома. А в то время, когда земля не промерзает, уже весной, осенью и летом, ваша канализация разделяется на две части. Первая часть – это легкие сточные воды, все, что касается, все, что кроме унитаза, идет у вас на наружную канализацию, растекая вот в эту канавку, растекаясь по ней и мгновенно, моментально высыхая и пропитываясь в грунт. А летом только сток из канализации унитаза, сток из унитаза, может будет работать только на Шамбо в этот промежуток времени. Практически объем стоков уменьшается в 10 раз. Значит, если вы пользуетесь таким способом, то за лето вы можете даже ни разу Шамбо в свою не опорожнять. Теперь подробнее перейдем к следующей схеме. Значит, вот здесь у нас указан, здесь у нас также нарисован схематично дом жилой, в котором мы видим туалет с унитазом, ванную комнату с раковиной, душем и кухню с посудомоечной машиной и непосредственно с раковиной. Это самые основные источники канализации, которые нам выдают сточные воды. Весь смысл в том, что мы отделяем те источники канализации, которые выдают легкую канализацию на одну сторону, а тяжелую канализацию, как вот унитаз, на другую сторону. Вот линия на него нарисована Шамбо. Значит, эта линия Шамбо, она работает для унитаза круглый год, а для всех остальных источников канализации только в то время, когда земля промерзает. Это направление мы называем зима, Шамбо. И второе направление у нас, летнее направление. Это летнее направление, которое работает тогда, когда земля не промерзает, и все вот эти источники легкой канализации могут выдавать свои источные воды вот в этот приемник, который идет на вашу усадьбу, где-то на задах, и замаскирован под кустами, под деревьями, и еще и благополучно питает их нужной влагой. Весь смысл заключается в том, что вот этот узел, который вот переключение канализации с одного рукава на другой, это все очень легко сделать и переключиться, в принципе, смотрит любой мужчина с руками и даже женщина, которая внимательно относится к инструкции. Значит, теперь перейдем к узлу крепления непосредственно, как происходит это вот переключение. Вот у нас здесь уже не схема, а чертеж. Чертеж нарисован, начерчен, как можно организовать вот эти линии переключения. То есть здесь вот у нас обрываются линии, идущие в шамбо, зимнее направление и летнее направление. Они должны, верхние части, эти трубы должны, конечно, иметь необходимый уклон в градусах, но в том месте, где они должны переключаться, они должны строго находиться на одном уровне. На одном уровне, и выше них должна проходить труба, которую мы будем, естественно, отводить налево или направо, она должна находиться от них не ближе метра. То есть метр, она должна, полметра или метр они находиться должны вот этой осью, над вот этой осью. Теперь элементарный отвод устанавливается на верхнюю трубу, и элементарный отвод устанавливается на нижнюю трубу. Между ними уже методом проб устанавливается отрезок анализационной трубы, который необходим по длине. Теперь, если мы выдернем вот этот отвод из этой трубы, а новые пластиковые отводы, которые продаются в магазинах, они сейчас очень легко соединяются, то предварительно мы сняв пробку с направления лета, выдергиваем отвод с этой стороны, разворачиваем его и так же легко вставляем в эту трубу. А эту пробку одеваем на эту сторону. Вся манипуляция занимает в ловких руках, даже полминуты не займет. И все, и получается, что у вас заглушено будет направление, в данном случае заглушено направление лета. Вы переключили, поставили пробку, у вас заглушено направление зима и работает направление лета. Это узел, который мы показали вам. Вот этот узел. При этом мы не затрагиваем работу унитаза. Вот унитаза работа продолжается так, как она и есть. А вот этот узел, он у нас начинает работать уже по летнему варианту. Вот такой смысл. Дальше. Теперь я вам расскажу немножко, это уже полуанинготичная ситуация. У нас есть друзья, живущие в Германии. Они рассказывают, что у них происходит система такая же. И в шамбо, но и в основном из-за того, что им надо платить много за воду. Они, значит, моются в ванне, либо в душе, помоются в ванне или в душе. Потом этой водой они производят все необходимые стирки, либо можно помыть этой водой машину. Потом этой водой, которая вышла из стирки, они могут помыть полы и прочее, как говорится, все, что им нужно помыть. При этом вода из стирки, она не выливается, она сохраняется, так как после душа сохраняется, идет на стирку. Потом она сохраняется, не выливается. Этой водой после стирки моются полы. Опять она не выливается, а сохраняется. И потом, по мере необходимости, этой водой еще смывают все, как говорится, унитазные потребности. Этой водой из ведра, не пользуясь водой из водопровода. Таким образом, вода, которая после помыва идет, даже после стирки иногда для первичной мойки используется мойка машины. И вот у нас получается, значит, расходы в день на человека. 120 литров выдаст вам ванна, 60 литров вы постираете белье на человека, на 10-20 литров вы помоете полы на одного человека и туалет. Я написал скромно, только одно ведро воды на унитаз. На самом деле тут идет гораздо больше. В итоге получается 210 литров на человека сточных вод в канализацию у вас идет. Вы посчитаете, какие объемы в Шамбо будут уходить, если уходят на самом деле. А если применять вот такой способ, допустим, даже вы в своем доме в наше время попользовались душем. Некоторые люди делают такой еще специальный бак, в который стекают эти воды из душа. Специальный бак, который потом уже ставят в дополнительную насосную станцию, которая питает унитазный бачок. И унитазный бачок работает только над целиком на воде, которая выдала вот этот душ. Значит, душ и машинка стиральная. И таким образом тоже ограничивается сток на Шамбо, на канализацию. И вы практически не выкидываете свои деньги на перевозе этой канализации. Летом, вот по этому образцу, у вас вся канализация, да и не летом, практически до самого первого декабря и уже с первого марта, у вас уже вся канализация может работать вот по этой схеме. Главное, чтобы земля не промерзала на точки выхода в летнюю канавку канализации. Главное, чтобы вода не намерзала. Если она будет вот здесь намерзать, то у вас просто все это заткнется в эту сторону. Если она уже здесь не намерзает, в принципе, вы можете пользоваться этой системой и зимой. Особенно, когда вы пользуетесь стиральной машинкой, посудомойственной машинкой, там движение воды горячее, и все идет очень хорошо. Пользуйтесь нашими советами, делайте так, как вам говорят умные люди. Не служите своих соседей, не смотрите, что делают они, потому что многие люди в основном делают все не так, как надо, а просто считают себя абсолютными экспертами в том, в чем они совершенно не разбираются. Все, спасибо. Смотрите наш канал, на нем много полезных видео, посвященных обустройству дома и жизни.